здравствуйте дорогие друзья интересную тему предлагаю вашему вниманию что мне надеть с духовной точки зрения читает лора по мере того как мы растем мы меняемся по мере того как мы меняемся меняются наши убеждения иногда у нас в жизни происходят серьезные изменения которые существенно меняют наши взгляды и восприятия в эти времена перемен мы также помогаем себе меняя то что мы носим чтобы помочь нам определить себя по-новому во что мы верим и что воспринимаем именно в этом контексте написано данная статья причина по которой я определяю эту статью таким образом заключается в том что во многих случаях в нас происходят значительные изменения которые заставляют нас проходить через опыт в нашей реальности который дает нам новый взгляд на жизнь и когда мы принимаем это изменение мы также полагаем что должны соответствовать тому что мы носим этому новому способу восприятия тем не менее именно с учетом этого я предостерегаю тех кто находится в этой точке или на вершине перемен почему потому что много раз когда мы принимаем новый способ восприятия мы чувствуем что должны соответствовать этому новому восприятию отказываясь от нашего старого способа восприятия мы чувствуем что должны настолько воплотить это новое изменение чтобы отказаться от наших старых способов веры и образа жизни мы выбрасываем старое чтобы привнести новое изменения должны быть инклюзивными а не исключительными пожалуйста имейте это в виду если мы отождествляем себя с путем христианства в течение какой-то части нашей жизни и внезапно обнаруживаем что путь будды нам больше нравится в нашем новом способе переживания мы не должны думать что должны выбросить старое чтобы так сказать надеть наши новые одежды ибо мы достигли этой вершины перемен впервые получив опыт ходьбы по каменной тропе которая дала нам этот опыт когда мы шли вверх по реке жизни возможно мы потратили много времени на отождествление себя с духовным способом восприятия прежде чем прочувствовали что нам нужно двигаться дальше и мы должны признать что мы можем двигаться дальше без каких-либо угрызений совести поскольку теперь мы приобрели способ восприятия самих себя которое может быть новым однако нас никогда не просят выбросить весь наш гардероб опыта мы все еще можем обнаружить что с духовной точки зрения нам нравится носить предметы одежды которые у нас были из нашего предыдущего опыта даже если мы с радостью надеваем новый гардероб с духовной точки зрения на нашем новом пути причина по которой я говорю это заключается в том что по мере того как мы меняемся мы обнаруживаем что у нашего нового гуру или духовного лидера появятся новые способы понимания которые как мы обнаружим могут уметь определенные противоречия с нашими способами понимания это если это внешний гуру или духовный лидер религия или система убеждений говоря мудро внутренний путь уже содержит все поэтому возвращаясь к моей точки зрения очень важно чтобы мы не отбрасывали наши основные убеждения чтобы адаптировать новый набор убеждений который нам дается говоря духовно много раз мы можем чувствовать что нам нужно отбросить определенные убеждения которых мы придерживались чтобы вписаться в нашу новую духовную семью однако мы всегда должны осознавать что реальность это не то или это наша реальность это это и это что это значит когда мы спрашиваем любого духовного лидера как они пришли к сути своего опыта мы обнаружим что многие из них преодолели ряд каменных препятствий на пути реки жизни в гору другими словами многие из них воспринимали свою реальность более чем с одной духовной точки зрения пока шли своим путем а на вопрос чтобы они изменили все говорят что каждый мой шаг подводил меня сюда поэтому я не стал бы ничего менять потому что чувствую что нахожусь там где я есть поскольку каждый шаг который я сделал вел меня сюда вот почему я говорю что когда мы принимаем решение что надеть с духовной точки зрения мы не обязательно хотим выбрасывать наш старый гардероб мы желаем носить нашу новую духовную одежду зная что наш старый гардероб все еще сохранился в нас наши духовные знания полученные нами накапливаются а не рассеиваются реальность не сводится к тому чтобы обесценивать чей-то опыт для того чтобы мы могли подтвердить наш собственный ибо в единстве не нужно устранять другую часть единства чтобы расшириться внутри единства наша реальность всегда должна быть всеобъемлющий а не исключительной ведь в реальности всегда есть то и это они то или это поэтому следует проявлять осторожность если мы видим что какая-либо точка зрения новая или старая изнутри или нет требует от нас опровергнуть исключить или отклонить точку зрения других даже если нам не нужно воспринимать через опыт с которым мы не отождествляем себя их заботы не должны быть нашими все проходят через свой собственный уникальный для них опыт и многие у кого больше опыта в реальности могут легко определить где находятся в пути вот почему мудрые всегда помогают нам понять на каком этапе пути мы находимся и помогают нам возможно расширить наши взгляды не отрицая того что у нас уже есть и через что мы проходим и уж тем более того другого мудрые никогда не пытаются изменить наши убеждения чтобы приспособиться или подтвердить свои они помогают нам видя как мы можем расширить наши взгляды чтобы укрепить наши позитивные убеждения прямо там где мы уже находимся часто некоторые ожидают что их должен спасти и гуру лидер спаситель учитель или вознесенный мастер и все же те кто действительно учился у лидеров гуру учителей или вознесенных мастеров сделал открытие самые продвинутые из них всегда помогали нам обратиться внутрь себя чтобы стать себе собственным спасителем лидером учителем гуру и так далее мы не можем стать тем что не можем воплотить сами мы не подходим к зеркалу не пытаемся изменить зеркало чтобы заставить себя измениться мы меняемся сами и зеркало меняется чтобы отразить то что мы уже сделали это верно в отношении нашей внешней реальности мы должны быть тем изменителем которое мы решаем выразить другой не может изменить нас своими действиями мы должны сделать это сами в этом мудрость и так осознайте что мы должны принимать изменения внутри как мы принимаем изменения вовне когда мы принимаем новую систему убеждения мы не должны подтверждать наше восприятие и отрицая нашу старую или любую другую точку зрения на путь который отличается от нашего ибо все находятся на жизненном пути расширяясь в осознании единства и все меняют одежду по мере их роста и взросления все останавливаются на определенном камни на пути идущем вверх по реке жизни наслаждаясь прекрасным видом прежде чем решить что им нужно увидеть вид со следующего камня на пути и принять всю красоту которая там предлагается в то время как это происходит мы обнаруживаем что всегда задаемся вопросом что нам следует надеть и нам лучше всего носить то что нам удобнее не отрицая наших предыдущих предметов одежды не ожидая что вся наша семья и или друзья наденут наш новый наряд которую которую мы носим с духовной точки зрения наша одежда и наряды принадлежат нам и только нам то что мы выбираем чтобы носить это ради нас самих любовь всеобъемлющая а не исключительно мы должны принимать всех кто переживает свой путь находясь там где они находятся на пути как находящийся именно там где они должны быть и это включает нас самих если мы увидим что наш мир становится более эксклюзивным а наши перспективы становятся более избранными мы должны пересмотреть наши взгляды и понять нужно ли нам отвергать так много других чтобы чувствовать себя праведными действительно ли мы полезны или в служении другим помните солнце светит всем и хотя мы можем не отождествлять себя с чужим опытом когда мы сосредотачиваемся на нашем путешествие мы всегда обнаруживаем что подобное притягивает подобное и в нашем мире всегда будут те кто укрепляет наши убеждения и что нам было бы намного лучше если бы у нас не было система убеждений которая гласит что мы должны отрицать другого чтобы подтвердить себя таким образом наш путь должен быть таким радостным и обширным чтобы у нас не было времени или необходимости взглянуть на другого и сказать что этого не должно быть потому что я есть мы мы все должны быть терпеливы по отношению к себе и ко всем остальным и быть счастливыми и довольными чтобы выражать себя так как мы считаем нужным на жизненном пути не выбрасывая наш старый гардероб опыта таким образом это позволяет нам смотреть внутрь себя в поисках перемен и надевать одежду которую мы хотим носить с духовной точки зрения изучение и выяснение того как мы соединяем наши системы убеждений с выражением нашей радости в меру наших возможностей позволит нам быть счастливыми в том что мы носим страх может приводить к тому что мы теряем способность ясно видеть и поэтому нам нужно знать не только когда мы смотрим глазами страха но и как мы можем выявить и преобразовать наши страхи в истинную силу которой мы являемся ведь любой страх может позволить нам превратить его в инструмент любви которая является нашей истинной силой когда мы действительно определяем и честно смотрим почему у нас есть определенный страх мы обнаруживаем что это и что всегда было действительно иллюзией пелена наших глаз когда мы смотрим через страх заставляет тех кто не осознан чувствовать что они должны отрицать другого воспринимая через классовую войну расизм разделение религии и системы убеждений которые не похожи друг на друга чтобы мы могли жить добродетельной жизнью мы должны помнить что на небесах много обители это означает что все пути ведут к богу всему что есть единству или любому другому термину которым вы хотите назвать всему что есть единству или любому другому термину которым вы хотите назвать те пути которые включают служение друг другу и все охватывающие являются наиболее быстрыми путями путешествие преодолевая камни восприятия по реке жизни до вершины божественности те кто являются исключительными и включают отрицание другого только потому что их система убеждений отличается это путь более длинный и трудный любовь обширно страх сжимает любовь включает в некотором смысле принятие страх исключает на основе страха любовь снимает наложенные на себя оковы и позволяет нам гармонизироваться внутри и снаружи страх вызывает ощущение необходимости разделения любовь выражает истину всеми способами страх принимает ложь как норму и так что мне следует надеть любовь или страх система убеждений которая допускает что каждый другой проходит свое собственное путешествие и позволяет изменениям направленным на обращение внутрь себя к самореализации чтобы найти радость жизни в гармонии и познавать себя или религию или система убеждений которая исключает любую другую как неправильную или неверную и заставляет нас быть обязанными другому вне себя и и и и и и